Получить бесплатно среднее и специальное образование у выпускников 9-11 классов шансов много. Но бюджетные места в этом учебном году примут порядка 15 тысяч абитуриентов. Результаты ГИА и ЕГЭ у нас не учитываются. Третий год подряд по новому закону в образовании прием идет на общедоступной основе. Выстраивается рейтинг абитуриентов по среднему баллу аттестата. По ряду специальностей, которые требуют творческой направленности, также вступительные испытания проводятся по медицинским специальностям. Там происходит психологическое тестирование. В Пермском крае можно выучиться по одной из 250 специальностей и профессий. В городе 25 государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования. В Министерстве образования и науки говорят, на некоторые специальности конкурса до 5 человек на место. Приходят и абитуриенты с отличными аттестатами. Кажется логичным, что абитуриенты претендуют на специальности экономико-бухгалтерский учет, или коммерция, или правая юриспруденция. Но в большинстве случаев они выбирают специальности строительного профиля, пользуются большим спросом горно-нефтяной профиль. И наряду с этими техническими профилями пользуются большим спросом медицина, здравоохранение, образование и педагогика. Профессиональное образование становится все более престижным. Для многих важно, что платят стипендии. Они двух видов – академическая и за учебу без строек, и государственная и социальная для незащищенных категорий населения. В основном, конечно, это выпускники девятых классов, большим спросом пользуются. Молодым людям это позволяет закончить, получить специальности и не ходить до окончания обучения, не призываться в армию. Кто-то выбирает для того, чтобы, например, не сдавать ЕГЭ, ну вот какие-то такие варианты для себя выбирают. Но получение специальности в среднепрофессиональном образовании все большим-большим спросом пользуется. Вступительная кампания в учреждении среднего профессионального образования стартует не позже 20 июня. Прием документов закончится 15 августа. Если есть свободные бюджетные места, срок приема продлевается до 1 октября.